Привет, ребята! Сегодня мы с вами приготовим торт с Жозефиной. Вы посмотрите только на эту красотку. Здесь у нас коржи из безе. Они хрустящие снаружи, с такой легкой тянучкой внутри. И сумасшедший кисленький ягодно-шоколадный крем с черной смородиной. Крем так классно пропитывает коржи, но вместе с тем оставляет их хрустящими. Рецепт, как всегда, ждет вас на сайте olikobogatva.ru. Ссылочка есть в описании. А начнем мы, как всегда, с коржей. Для коржей нам понадобятся белки, сахар, щепотка соли, крахмал, пергаментная бумага и кольцо. Можно взять в тарелку какую-нибудь. Просто нужно нарисовать три круга. Либо диаметр 16, либо диаметр 18. К белкам добавляем соль и начинаем взбивать до пены. Это может занять от 1 до 2 минут. И потом тонкой струйкой засыпаем весь сахар постепенно, не сразу, для того, чтобы безе у нас лучше взбилось. В стационарном миксере процесс взбивания может занять где-то 7-8 минут. Если взбивать ручным, может дойти до 10 минут. Вот до такой степени мы взбиваем. Смотрите, меренга уже хорошо держит форму. И засыпаем крахмал. Крахмал в 2-3 этапа засыпаем. Можно, в принципе, и сразу засыпать, ничего здесь такого страшного нет. И еще минуту взбиваем. Подготавливаем кондитерский мешок. Удобнее всего вот так вот его натянуть на стакан. И потом уже в него перекладывать меренгу. Вот, смотрите, еще раз, такая текстура должна быть. Очень хорошо держит форму. У меренга такая плотная, упругая, за счет того, что мы добавили оптимальное количество сахара. Пожалуйста, добавляйте ровно столько, сколько указано в рецепте. Не уменьшайте количество. Отрезаем кончик в сечении примерно на сантиметр. И вот так вот распределяем меренгу. Обратите внимание, что лист пергамента мы перевернули. И карандашные линии у нас остались с другой стороны. Лучше это сделать, потому что иначе они просто будут отпечатаны на наших коржах. Вот таким вот образом распределяем всю меренгу по листу. Смотрите, вообще я вам покажу второй еще вариант. Можно сделать коржи чуть потоньше. И остатки меренги вот так вот распределить тоже по пергаменту. И выпечь вот такие вот пизешки, потом их просто так съесть. И такой, и такой вариант тоже классный. Тоже все получится с этим тортом. Смотрите просто по времени выпекания. Может печься чуть дольше, если коржи у вас будут чуть толще. Температура в духовке 100 градусов. По времени выпекания это может занять от 3 до 4 часов. Обычно первые пару часов я точно пеку в режиме верх-низ. Потом можно перейти на конвекцию, чтобы чуть лучше коржи подсушились. Можно печь только в одном режиме. Нам главное коржи вообще в принципе досушить. Мы трогаем серединку, она не должна быть мягкая. Вот сушим до того момента, когда все у нас будет одинаково по плотности. Коржи готовы, оставляем их в стороне. И занимаемся кремом. Для него нам понадобится пюре черной смородины. Это просто черная смородина, пробита в блендере и пропущенная через сито. Добавляем туда сахар. Помешиваем обязательно. Можно вот кого-нибудь пригласить. Вот Аллочка у меня тут помогает мне. Здесь у меня крахмал. Добавляем в него воду, перемешиваем. И будем в кипящее пюре заливать тонкой струйкой. Вот таким образом, хоп, все перемешали. Все до однородности, чтобы у нас не было никаких нигде комочков. Следующий этап. Мы выключаем огонь и добавляем к нашей смородине желатиновую массу. Это желатин, который залили водой. И он бы стоял 10 минут в холодильнике. Вот так вот добавляем и перемешиваем до однородности. Предварительно здесь желатин растапливать в микроволновке не нужно, потому что мы добавляем его именно в горячую смородину. И все остается в последний момент. Нам нужно ягодную часть нашего крема смешать с шоколадной. Шоколадная – это собственный шоколад, растопленный в микроволновке. У меня здесь молочный шоколад, можно взять темный. Растапливаем просто до однородного состояния. Переливаем сюда смородину и вот так вот аккуратненько все перемешиваем венчиком. Отдаем кому-нибудь, кому очень хочется венчик облизать. И вот так вот накрываем контактно. На этом этапе я поняла, что лучше все-таки переложить все это дело форму, в которую будем потом взбивать. Поэтому вот на этом кадре у меня уже в другой форме. Крем постоял в холодильнике минимум 12 часов. Вот смотрите, он плотный, стабилизировался. И наша задача просто его взбить. Взбить венчиком, миксером на высоких оборотах. Это может заняться где-то 2-3 минуты. Много времени на взбивание тратить не нужно. Мы тут не пытаемся найти какую-то воздушность. Наша задача просто все это дело объединить. И потом перекладываем в кондитерский мешок. На самом деле очень быстрый торт. Собственно, нам тут нужно просто все подготовить для сборки. У нас готовы коржи, у нас готов крем. Мы нарезаем голубику. Я режу ее пополам. У меня довольно крупная голубика. Можно, в принципе, целиком смотреть сами. И все, отсаживаем крем, начиная от середины вот такими движениями. Смотрите, какая красота. Толщина крема, ну, примерно, наверное, миллиметров 6-7. Я двожу его до края. Мне важно, чтобы его было видно между коржами. Очень классное такое сочетание, очень контрастный. Получается, смотрите, выкладываем голубику. И сверху следующий корж. Вот как раз между коржами виден крем. Повторяем все то же самое. Начиная от центра, распределяем крем. Также выкладываем голубику. И сверху третий корж. И та часть крема, которая у нас осталась, она у нас идет наверх. Здесь тоже отсаживаем аккуратно. Начиная от центра, у нас эта часть будет видна. Это как бы часть нашего декора. И все распределяем сверху ягодки. Можно их вот так вот друг к другу приклеивать, когда они друг на друге стоят в нашем веночке. И такой очень нежный, классный декор получается. Здесь крем я распределяла не до самого конца. В принципе, все количество крема, которое есть в рецепте, оно уходит вот на этот тортик. Торт может быть в диаметре 16 или в диаметре 18. Здесь уже смотрите сами. Можно сделать еще тоньше коржи и сделать в диаметре 20 даже. Еще немножко голубики. Я отправляю вот так вот сбоку на крем. Тоже классно смотрится. Я добавила сюда листочки мелисы. И посмотрите, мне вообще очень нравится результат. Торт провел в холодильнике для стабилизации примерно 4-5 часов. И вот смотрите, какая прелесть. Безешка хрустит. Крем такой классный, нежный. Он частично пропитал безе, но все-таки оставил его хрустящим. Это очень вкусно. Ребята, готовьте обязательно. Рецепт на сайте olgabogatog.ru. Увидимся в следующих видео.